Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Шилов Дмитрий Юрьевич, я рабочий предприятия АО КБСМ, монтажник радиоэлектронной аппаратуры. Я бы хотел пригласить товарищей рабочих на заседание постоянно действующего семинара по рабочему движению, который проходит в Нижнем Новгороде 20-21 марта. Товарищи рабочие, вот я приглашаю вас принять участие в этом мероприятии. Поскольку туда приезжают рабочие с разных регионов, все мы знаем, как сейчас трудно стало жить. Жизнь постоянно ухудшается, цены растут. Все мы чувствуем на своей шкуре, так сказать, все тяготы нашего бытия. И улучшить свое положение. Мы сможем только коллективно, организовавшись через профсоюзные организации, составив грамотные коллективные договора. И всему этому мы должны обучиться. То есть коллективный опыт, который приобретается на российском комитете работающих, очень важен. То есть для понимания того, что нужно делать в этой сложившейся ситуации ухудшающегося нашего положения. Ждать милости от работодателя бессмысленно и от государства, от правительства. И улучшить свое положение мы сможем, только объединившись в грамотной борьбе за свои интересы. Для того, чтобы участвовать в комитете, то есть участвовать в российском комитете рабочих, вам необходимо делегирование от коллектива или менять инициативные группы на своем предприятии. То есть достаточно пяти человек, чтобы написали направление. Направляем такого-то, такого-то. Мы такие-то, такие-то, там пять человек. Направляем нашего делегата на российский комитет рабочих. И тогда у представителя этого коллектива будет право решающего голоса, он может участвовать в голосовании, принятии решений, постановлений российского комитета рабочих. Заседание будет происходить 20-21 марта, как я уже сказал. Так что давайте вместе бороться за наши интересы. И как поется в песне «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой». Добьемся мы освобождения своей собственной рукой через заключение прогрессивного коллективного договора. Здравствуйте, дорогие товарищи. Я Кугейк Антон Сергеевич, рабочий, водитель грузовика. Я хочу присоединиться к приглашению, которое уже сформулировал вам Дмитрий Юрьевич. И еще раз сказать и пригласить вас на очередное заседание комитета рабочих, которое будет проводиться 20-21 марта в Нижнем Новгороде. Чем полезно это мероприятие? Помимо того, что Дмитрий Юрьевич перечислил, хочу сказать, что улучшение положения рабочего класса есть, дело рук, как известно, самого рабочего класса. И эта форма проведения, форма проведения этого мероприятия позволяет попробовать и посмотреть, как можно коллективно принимать организованные решения. Ведь организация классовой борьбы – это не какая-то услуга, которую можно получить от профсоюза уже в готовом виде. Если мы хотим улучшить свое положение, мы необходимо должны научиться формулировать это в коллективных договорах и спокойно, в спокойном стратегическом порядке добиваться этих интересов и выходить на официальную забастовку. Таким путем можно выходить уже и на отстаивание сначала экономических интересов, а впоследствии и политических. Эта организация позволяет и само государство пока еще буржуазно использовать в своих интересах. И если к этому подходить грамотно и организованно, то все это представляется возможным и в этом нужно практиковаться. Тогда, потому что из каждой среды, в том числе и из рабочей среды, есть грамотные, ответственные и целеустремленные люди, которые еще не проявили своих талантов, а могут их проявить. Поэтому еще раз приглашаю вас, приезжайте. Если это в первый раз у вас происходит, то можете посмотреть, что само по себе представляет это мероприятие. Тема проходящего семинара будет следующая. Выполнение программы профсоюзов «Задачи коллективных действий». В повестке дня поставлено три вопроса. Выдвижение работниками требований к работодателю о принятии проекта коллективного договора работников. Это первая тема. Вторая тема – действия профсоюзных организаций по защите интересов работников в остановке коронавируса. И третье – о включении в коллективный договор норм труда и оплаты правил и норм охраны труда и техники безопасности, отвечающих интересам работников. На заседание РКР приглашаются рабочие делегаты от инициативных групп рабочих. Состав группы не менее пяти человек с точкомов и профсоюзных организаций производственных предприятий. 19 числа непосредственно перед проведением РКР будет проводиться конференция. Тема конференции – это коллективный договор как система забастовочных требований. К участию, помимо того, кто будет участвовать с закладами на этой конференции, приглашаются все желающие. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова